Я решила провести референдум. Я могу, знаете, рассказать вам очень кратко и пунктирно про основные вехи в развитии биосферы вообще. Примерно 7 шлифов. Вот так по моим представлениям. То есть что нужно знать, что нужно вынести человеку из курса биологии от истории биосферы. Это история двух кислородных революций, которые происходили в докембрии, когда изменилась атмосфера нашей планеты. Это скелетная революция раннего кембрия, когда сформировался принципиально тот мир животных, который мы видим и сейчас на уровне типов. Это освоение живыми организмами суши, произошедшей в раннем палеозое. Это время, когда древние мезозойские фауны сменились на современные. То есть это система кризисов мелового периода, связанных с массовыми умираниями и появлениями современных групп. Ну и, так сказать, суши с современностью, ну про леденение, так надо сказать. Вот какие-то основные вехи, которые надо вынести. Понятно, что если рассказывать про них, про все, в рамках одной эрекции, то это будет очень пунктивно. И есть другой вариант. Как правило, хуже всего люди представляют себе именно ранние этапы жизни нашей планеты. Тут обычно людей вообще много черного мира. И, может быть, вместо этого более подробно рассказать про докембрии. Да, про докембрии, про самую раннюю жизнь. И, собственно, вот, то есть более подробно об этих словах революции, а скелетной революции. А остальное уж, ну как получится. Проголосуем. Кто за то, чтобы пунктирно и про все? Раз, два, три, четыре. Чтобы подробно про древность. Интерент был, он позволил установить, что мы имеем в виду серьезную аудиторию, которая рисуется в углублённой. Из того, о чем мы с вами говорили на прошлом занятии, мы уже примерно все подставляем возраст нашей планеты. Что у нас? Сколько у нас в планете? Кручек, кручек. Сколько? Четыреса половинка. Четыреса половинка. Да, четыреса половинка. Совершенно верно. Пример. Значит, из которых жизнь в том виде, в котором мы ее хорошо постараемся, да, полиозойный, зазойный, каинозойный, со всеми, вот, начинать всяких трилобийц и кончайзенозаврами, она занимает, значит, 54 или на 6,5. Значит, вот, с 7,8-х времени существования планеты приходится на так называемые дакемы. Это время, откуда нет скелетов скопаемых и откуда вплоть до недавнего времени толком было неизвестно вообще ничего. Да, ну, одноклеточные, некоторые, да, следы одноклеточных организмов. Последние лет 20-30 в изучении дакемы произошла полная научная революция, которая пыталась пересмотреть множество взглядов, которые были до этого вполне общепримятыми. И вот, вероятно, собственно говоря, такема, вот, палеонтология такема, это вообще главный прорыв, который был в палеонтологии за последнее время. Ну, публика, публика, конечно, любит всяких оперённых динозавриков, вот, и всё прочее, но в реальности, вот, самое интересное происходило вот в этой части, которая обычно публики совершенно ускользает. Значит, ну, начнём мы с какой-то цель изгорода. Поскольку у нас речь пойдёт про истории гидросферы и атмосферы планеты, для начала надо задаться вопросом, который обычно так тоже выпадает в рассмотрение, откуда, собственно говоря, вообще берётся атмосфера и гидросфера планеты. И что бы ни было с раньше? Атмосфера и гидросфера, да? Атмосфера раньше. Атмосфера раньше. Почему? Ну, потому что без атмосферы не может быть гидросферы. Да, верно, но обоснованно. А, потому что вакууме вода выиспарётся. Вакууме вода выиспарёт, ну так, да. А откуда атмосфера? Газы и... Отлично, отлично. Значит, последовательность... Последовательность приведена совершенно правильно. Значит, исходно наша планета является... Это твёрдое тело, которое разогревается в результате внутренних процессов, значит, её метеоритная бомбардировка, гравитационные дифференциации, недра, креция, масса всего происходит. Значит, планета разогревается. Планета разогревается, и исходно, холодная, как сейчас считается, да? И в результате этого на планете начинается вулканическая деятельность. Вулканическая деятельность. Вот через вулкана у вас начинают поступать вулканические газы, да? Которые формируют некую газовую оболочку планеты. Из чего состоит эта первичная атмосфера, которая, да, которая, как мы договорились правильно, которая считается вулканическим меньшим количеством газа, да? Углекислый газ есть? Углекислый газ есть, например, СО2. То есть, удачи СО2. Да. Да. Еще чего? Сера. Сера, ну, сера не в виде самороза. Сера, наверное, в виде соединения. Каких разноцветных? Оксид. Что? Оксид чего? Сера. Оксид серый, да. Правильно, правильно, что ли. СО2 есть такая библиотека, кстати, да? Что еще? Еще. Брян, я не сказал. Кроме окиси серы, есть еще и H2. Скрашу. Да? Что еще? Азор. Азор в каком виде? В... Ам2. Нет, ну, видите, практически нет. Практически нет. Из-за Ам2. В другой форме азора. Значит, азор в форме, она штырит, по большей части. Аммиака. Значит, из соединения углерода еще имеется метан в довольно приличном количестве. Ой, простите, а что такое H2S? Сероводород. Значит, сероводород, азот в форме метана и, да, еще имеется кислый дым в некотором количестве. Это галоген водорода, да? H2, 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 да? Ну, еще некоторое количество энергетных газов, всякой прочей чепухи. Чего не хватает? Очень честно. Значит, кислород, значит, не хватает кислорода. Значит, кислород вулканических газах свободный. Кислород имеется в виду Ак-су-су-ет. Это вполне твердо. Кислорода нет. А что есть? Что забыто? Да, блюкистый газ. Нет, блюкистый газ есть, блюкистый газ. Вода. Вода. Отлично. Отлично. Забыто. Вода. Водяной пар, естественно, вода безобразная, хватит. Значит, водяной пар составляет три четверти всего этого самого объема этих мегаических газов. Да. Значит, и вот дальше очень существенно расстояние планеты от центрального светила. Вот это фактор, на который повлиять планеты, как вы понимаете, нельзя никакими силами. Существует в астрономии такая ручина, она называется температурой лучистого равновесия. Это то, какой была бы температура планеты, если бы она была полностью лишена атмосферы. То есть вот гипотетический камерный шарик, который летает по орбите соответствующей планеты и который не имеет никакой газовой оболочи. Которая, как мы сейчас победим, очень здорово влияет на то, что нам на самом деле будет понятно. Да? Вот, например, и нашей планете чрезвычайно привезло вот просто с положением в Солнечной системе. Потому что температура лучистого равновесия для нашей планеты составляет градусы Цельсия. Почему это важно? Потому что если бы была бы большая, то она была бы большая. Она была бы, да. Если бы было больше, что наша температура лучистого равновесия попадает в тот интервал, где вода, H2O, существует в жидкой воде. Если бы не так, если бы это было не так, мы имели бы ситуацию с Венерой. Что на Венере есть атмосфера, полуоприличная. И в этой атмосфере куча воды и, в смысле, водяного пара и углекислого газа. И водяной пар и углекислый газ – это так называемые «морниковые газы». То есть атмосфера, которая содержит эти газы, она еще и сама по себе разогревается. То есть она не выпускает солнечное тепло наружу. Это под 200 градусов. То есть в общем, при некоторых... Можно себе представить, по крайней мере, некие формы жизни, которые бы в таком диапазоне существовать могли. Но наличие воды в газовой фазе и никуда не упирающегося СО2 приводит к тому, что из-за проникового эффекта Венерианская атмосфера разогревается глубоко за 300 градусов. Мы тут, конечно, уже ни про какую жизнь вопрос не стоим. Нам, слава Богу, повезло. У нас температура лучистого водонавеса такая, какая она. И на этом месте водонавеса формирует гидросферу. Жидкую оболочку планеты. А дальше возникает вопрос. Вот это первичная атмосфера. А из чего состоит наша нынешняя атмосфера? Азот. Есть такая вот. Азот. И кислород. Свободный кислород. В соотношении, в соотношении 1,5% кислорода и 80% азот. Ну плюс там кое-какая чепуха. Мало на что две еще. Как видим, атмосфера совершенно никакого отношения одно к другому не имеющая. Как? Вопрос. Как получить из одного другое? Да. В большой ну конечно оттенусь. И, ну у нас просто будет попыще всего это. И, ну у нас просто будет попыще всего это. Пожарнее, молочнее. В результате химических реакций. Ну да. Я бы даже сказал, что мы можем определенно по химическому реакцию здесь. Собственно говоря, все наши проблемы решатся одним способом. Нам нужен свободный кислород. Он понавислился. Да? Да. Дальше свободный кислород сделает свое дело. Знаете, что получается? Кислые дымы это понятно. Кислые дымы это хорошо растворимый кислород. Это мы фактически получаем слабые растворы влаген водородных кислород. Влаген водород. Значит. СО2. Хорошо растворимый газ. Хорошо растворимый. 1,65. Это, кстати, одна из причин, почему все разговоры про глобальное потепление вызывают гомерический смех. Все это говоря, в 65 раз большее количество углекислого газа растворено в океане. И если у вас у него немножко прирастает в атмосферу, то это просто означает, что в океанах начинается чуть более интенсивная карбонатная осадка накоплений. Там рифы начинают прирастать, чуть активнее. Вот, собственно, и все. Значит. Итак. СО2 хорошо растворяется в воде. СО2 уходит в океан. СО2. Значит. СО2. Точно так же. СО2. Совершенно верно. СО2 хорошо растворим в воде. Дальше. И дальше. А вот это все растворимо заметно хуже. Таким образом. Дальше. Кислород свободный окисляет. СО2. Да? СО2. Да. СО2. СО2. До СО2. И он опять-таки уходит. Да? СО2. Х2С. Х2С. Х2С окисляется до СО2 в конечном счете. И тоже уходит. НХ3 с НХ3 несколько сложнее. Там цепь. Там заметно более сложная разветвленная цепь. Я не буду вас через ней грузить. Но в любом случае, в любом случае, конечным результатом всех этих самых игр является то, что азот из восстановленного состояния или дошли переходит в состояние Н2. Н2, собственно говоря, у нас остается потому, что он просто самый химический мир из всего. СО2. Образующиеся окислы азота, они, как правило, неустойчивы. Значит, итак, собственно говоря, вся проблема у нас как получить вот этот самый свободный кислород. Да? А все они неустойчивы? Нет. Они есть, но конечным просто... Нет. Они усваиваются, да? Они усваиваются, выходят из геотимического цикла. А свободный азот, который вообще никому не нужен, и вообще конечный какой-то мусор всех этих реакций, вот он-то как раз и накапливался. Значит, итак, нам нужен свободный кислород. Некоторое количество свободного кислорода можно получить фатолизм воды, когда кванты кратковолнового излучения разрушают молекул воды, и получается свободный кислород и водород. Но количество этого кислорода совершенно ничтожное в раскладах, и он тратится на окисление на несуществующих конических газов с избытком. Поэтому весь свободный кислород планеты, сколько его есть, он имеет биогеновое средствождение. Да, кстати, вот раз уж мы заговорили о составе атмосферы и гидросферы, в том числе. Еще один вопрос, который часто, это совершенно неправильно, когда спрашиваешь у людей, а почему море соленое? Люди обычно говорят на этом, ну как, ну это конечный подаем сток, да, что речки текут с континента, да, речки текущие разрушают горные породы, часть солей переходит в состав воды, они приходят, да, на память сразу приходит картин из учебника природоверия для четвертого класса, круговорот воды в природе, да, вот из этого самого озера испаряется вода, дистиллят, да, облако. Вот, да, дождь выпадает на суше, по-новому происходит выщелачивание горных пород, и таким образом соли накапливаются в воде, да, значит, ответ неверный. Соленость мирового океана имеет совершенно другую природу, чем соленость континентальных соленых озер, континентальных конечных подаемых стока. Виной всему, опять-таки, газы. Вулканические газы из первичной атмосферы, которые сразу растворяются в воде. Значит, вот эти все газы представляют собой, что представляют собой растворы вот этих газов, галоген-путаронов? Кислоты. Да, кислоты. Да, они представляют собой слабые растворы сильных кислот, да. Ну, я сомнил, это тоже, на самом деле, кислота. Ну, не бог весть какая, но тем не менее кислота. Да. Да, ну, значит, из чего, соответственно, из чего состоит в основном морское дно? Ну, какие виды дни? Кремниев. Кремниев. Отлично. Отлично. Мысль совершенно правильная. Значит, это силикаты, да, и по металлу, который там входит в состав, это что будет? Кальций. Сильный. Ну, один из. Кальций, магний, калий, натрий, да. То есть щелочные, щелочноземельные металлы и их силикаты. То есть, что из себя представляют эти соли? Соль сильного, образованной сильным основанием и слабой ремниевой кислотой. Поэтому, когда она соединяется с сильной кислотой, да, против слабого раствора, да, какая реакция происходит? Сильный. Амин, совершенно разная, амин. На этом месте, соответственно, у вас получается набор ионов, да, да, хлор, СО2, СО3, РО, ЙО, да, и набор катионов, да. Так вот, обращаю ваше внимание, очень любопытная вещь, что, соответственно, вот в той половиной соли, которую вы употребляете из морских бассейнов, да, соль добывается и из морских бассейнов. То есть, там, где она из морских бассейнов получена, и наша палатина, соли, и всякие прочие соли, которые в составе морской воды, все катионы у них происходят из пород морского дна, а анионы из вулканических газов, да. То есть, в составе этой соли анион и катион имеют абсолютно разное происхождение. Такая будет интересная ситуация. Но, как бы то ни было, и так мы решили задачу, когда нужен кислород. Что же у нас будет происходить с кислородом? Как мы можем судить о составе атмосферы былых времен? Ну, там было гораздо меньше кислород, да? Это ваше предположение, которое вам надо обосновать. Может высказать такое предположение? И как это доказать? Ну, для начальных форм жизни, слород был чем-то вроде ядом, использовался как для окисления каких-либо веществ. Дело в том, что, вообще-то говоря, этих форм жизни у вас в улыбках нет. Вот в качестве эмпирических результатов у вас этих форм жизни нет. Вы их только реконструируете. Какая позитивная информация у вас есть? Ну, состав, зимой, скорой и огни с другим. Как это доказать? Как это доказать? Машина-время. Машина-время и каждый дурак может. Ну, а отложений нет? Понятно, что мы работаем с соответствующими отложениями. Понятно, что мы оставляем сейчас. Мы говорили о том, как мы проявляем датировку отложений в прошлый раз. В данном случае нас не очень интересует. Мы провели датировку отложений. Вот есть древние отложения, образовавшиеся в достаточно древнее время. Как? Что нам может показать, что в это время была бескислородная атмосфера? Вообще количество железа. Почему? Кстати. Потому что оно не окислено. Ну, железо все-таки окисляется, да? Да. Но железо все-таки нормальное и железо плохо окислено. Плохо окислено железо. Хорошо. Значит, нам нужно в более общем... Давайте будем сформулировать это в более общем видео. Нам нужно искать вещества, которые в присутствии свободного кислорода чувствуют себя плохо. и не живут. Таких веществ есть целая куча, да? Например, ну, вот сульфид железа, пирид, да? То, что называется золотой обманкой, или ушачьим золотом. Наверное, видели, кто это. То есть, да, блестящие такие желтенькие, да, блестящие такие желтенькие минералы, да? Вот он тоже в присутствии свободного кислорода не жилец. Вот, соответственно, что я тебе сейчас нарисую. Нарисую. Можно подробно говорить. Попробуем. Будем на ней... Будем на ней... ...ключать... ...по вот... Далее. При slipped. Дальше. Дальше. Ставьте. Пр LGBTQ5+. на ранних этапах существования планеты, у нас постоянно встречаются элитовые конгломераты. Что значит элитовые конгломераты? Это элит, который несет на себе следы обработки текучими водами. Почему это важно? Дело в том, что в стоячем водоеме у вас вполне могут создаваться бескислородные условия и во вполне кислородной атмосфере. Сейчас у вас полно болот, где заморные обстановки никакого кислорода или тот же самый период, в этом самом болоте, лягушачье золото, оно как раз там у вас и бывает. Никаких проблем с этим. Но если у вас есть текучая вода, то она должна быть хорошо арерирована. Те из вас, кто держит аквариум, они прекрасно это понимают. То есть при перемешивании воды у вас всегда она обогащается жду, да, слова, да, кислород, это слово кислород. Значит, не совсем газ. Она обогащается тем газом, который формирует нынешнюю атмосферу. Она аэрированная. В нашем конкретном случае, вот нынешний, да, совершенно верно, это кислород. Если атмосфера, вот как раз мы в прошлом году говорили, а вот если у вас в атмосфере планет кислорода нет, то понятное дело, что какие-то газы переходят в раствор при перемешивании, да, но кислород среди них не оказывается. И поэтому вот эти кальки со следами и куча других минералов, вот куча других минералов с похожими свойствами. Там уранинит, один из минералов урана, лазурит, куча других веществ, да, которые термодинамически нестабильны в присутствии свободного кислорода, но тем не менее в отложениях регулярно присутствуют. Значит, все, это добро. Кончается примерно вот где-то к 2 миллиардов лет. Да, пример. Значит, и дальше есть смысл посмотреть за тем, что происходит с таким веществом, как железо, что происходит в железном цикле. Почему не даправил внимание к железу? Очень много железа. Много железа, совершенно верно. Железо, железо это, железо это третий элемент. Вообще, земная кара состоит, так вот, по-хорошему, из трех элементов, да. Она состоит из кислорода, не свободного, а который в видеокислов, да, кремния и железа. Остальное уже, так сказать, там, видят, фактически статистическая ошибка, да. То есть, это три элемента, которые, собственно, все играют. Кислород входит в состав окислов и туда, и сюда, поэтому он не играет. А существенно оказывается соотношение кремния и железа. Значит, железо тяжелее кремния, да. Поэтому в планете, которая минимально расплавлена, она у вас расплавлена, да. У вас кремния всплывает, да, а железо тонет, да, и формируется планетарная гидро, да. Вот как раз процесс гравитационной дифференциации метров, который происходит, собственно, за счет того, что железо тяжелее, а кремния легче. Вот он, собственно говоря, служит разогревом нашей планеты, и он обеспечивает вулканическую активность. Именно поэтому, когда планета, когда все железо опустится в ядро планеты, ну а весь кремния, соответственно, всплывает в корму ядровки своей мантии, у вас на этом месте, вулканическая активность закончится, та атмосфера и та гидросфера будут выданы солнечным ветром с планеты и превратятся в что-то похожее на Марс. Вот это будет как раз вполне натуральный конец света. Но вы так не беспокойтесь, потому что, ну, то есть, хотя сейчас считается по расчетам я физики, что ушло примерно 80% железа уже, ядро, но оставшихся 20% хватит примерно миллиарда на полтора лет. Поэтому, вот, это не вполне актуально для нас. То есть, там будет много чего другого на дороге. Но, в принципе, что планета, что планета смертна, в том смысле, что она превратится вот в нечто похожее на Марс. Мышный. Значит, кремль всплывает железо топлив. Для самого раннего этапа существования планеты очень характерны так называемые джаспелиты, железистые кварциты. Это, так называемые, полощатые железные руды. Это железные руды морского происхождения, которые образовались на дне древних океанов. Основным минералом, который входит в состав этих руд, является магнетит. Смотрим. А магнетит это феррон 2О3. И на феррон О. Это окись железа, да? Это закисть железа. Вот магнетит. Это комплекс, куда входят окись и закисть. О чем говорит состав этого вещества? А почему в названии присутствует часть магния и сиамин, по-моему, еще речь идет о ремонстах? Кто кто? Ну, магнетит, вы сказали, да? Да, магнит. А, все. Потому что его кристаллы как раз обладают магнитными свойствами сиамин. А вот большинство крупных месторождений железа, которые сейчас используются в черной лургии, такие как Курская магнитная аномалия, это как раз магнитные железняки, так называемые. Вот эти самые как раз из железных рудов. Итак, появление железных рудов этого типа означает, да? Они начинают, они появляются в районе чуть позже, где-то 3,5 миллиардов лет, лет, стремительно их осаждение нарастает, и к 2 миллиардам лет оно кончается. А взамен у них, примерно с этого рубежа, начинают облагаться железные руды совсем другого типа. Красноцветные. Это то, что называют озерными болотными рудами, чем как раз во всякой Европе, как раз и занимались всякие кузнецы древнего мира. И не только древнего мира, а там и до настоящей индустриальной эпохи основным сырьем были как раз вот эти самые болотные и железные руды, которые восстанавливали каменный углевод. Они беднее железом и богаче, соответственно, кислородом, поэтому на них больше угля нужно для восстановления, но зато они вполне общедоступны. Они, как правило, есть везде. Они имеют перигенное происхождение, то есть досушен. Значит, у них застов. Феррум 2-3, это ржавчина фактически. Собственно говоря, это железная руда, это и есть большие-пребольшие хлопья ржавчины, которые мы восстанавливаем. Восстанавливаем, восстанавливаем древесным умным законодательством. По сторонам технологии. Значит, итак, принципиальное отличие этих руд, что здесь присутствует записное железо. То есть, такие руды маркируют тот участок, тот премьер в жизни планеты, когда источник свободного кислорода появился, но кислорода было недостаточно. То есть, появившиеся, значит, самые древние на нынешний момент следы жизни, которые известны, значит, это формация Иссуа такая, в Восточной Грибрандии. Иссуа, это 3,8 миллиарда лет. Такая абсолютная древесировка. Значит, следы Иссуа, это еще не сами живые организмы, и даже не такие их отчетливые проявления жизнедеятельности, как стронатолиты, про которые мы будем говорить, это такие биогенные, биогенные постройки, типа рифовы, которые создаются. А это так называемый углерод органического происхождения. То есть, что такое углерод органического происхождения? Знаете, слово наверняка на фалке, во всяких научно-популярных передачах, книжках и прочих. Углерод состоит из нескольких изотопов, из трех. С12, С13, С14. С14 это нестабильный изотоп, но соотношение С12-С14, как мы в прошлый раз говорили, основу углеродный метод самиметного датирования, он нестабилен, но нас сейчас не интересует. Значит, есть два стабильных изотопа, С12 и С15. Легкие и тяжелые углеродные. Так вот, фишка в том, что растение в процессе фотосинтеза, как выяснилось, обладает способностью фракционировать изотопы. То есть, оно активнее усваивает легкий водород, чем тяжелый. То есть, в воздухе соотношение, в воздухе соотношение С12-С13, в целом два воздушных, которые используют растения, оно одно, а в самом растении оно немножко другое. С13-го в живом растении меньше. А поскольку изотопы стабильнее, то эта метка изотопная остается навсегда. Вот изотоп, углерод со смещенной изотопной меткой, которая показывает, что он когда-то проходил через синтетический цикл, он как раз и называется углеродом органического происхождения. Вот первый водород углеродом органического происхождения найден как раз вот в этой самой Исуа. 3,8 миллиарда лет. Значит, цифра не слабая сама посидеть. Но здесь интереснее вот еще что. Дело в том, что Исуа, это первая в истории планеты осадочная порода вообще. До этого только магматически известны. А мы с ним помним по прошлому занятию, что живые организмы, если для их жизнедеятельности в реанкологическую ледовость могут попасть, оказаться доступными изучениями, только когда они попадают в водоем в подводном и сумокварительном условии. То есть, мы даже по самый ранний период существовая в нашей планете не можем сказать с уверенностью, что жизни в этот момент не было. Мы можем только говорить, что жизнь в этот период не обнаружена. Просто потому что на нынешний момент мы не обладаем возможностями ее найти, даже если она и была. А в тот самый момент, когда у нас появляется принципиальная возможность фиксировать следы жизни, жизнь уже точно действует на нити. Вот это очень любопытно. Значит, и вторая вещь, что это углерод органического происхождения, который там вилами на воде писан, то десерт. А вот 3,5 миллиарда лет назад появляются уже строматолиты. Значит, это... Мы о строматолитах поговорим сейчас чуть подробнее, погодя. Это такие слоечные осадки, которые оставляются таким специфическим микробным сообществом, матом, кубриком, которые очень хорошо диагностируются. И мы их довольно новым на протяжении всего дотембря. Значит, и вторая вещь появляется вот 3,5 миллиарда лет назад. Значит, итак, дальше, так сказать, в некоторых из этих самых строматолитов найдены вполне отчетливые следы сине-зеленых водорослей, просто такие очень характерные, для них известковые чехлы, которые хорошо диагностируются. То есть сине-зеленые водоросли в этот момент уже появляются. Значит, фотосинтез есть. Да, поскольку, так сказать, в ИСУА, как мы видим, углерод смещен с затотным соотношением, то из этого следует чего? Что был фотосинтез. Да? Значит, до этого были... Нет, что в этот момент точно был фотосинтез. То есть углерод прошел фотосинтез. Фотосинтезы... Варианты фотосинтеза бывают разные. Он необязательно кислородный. Есть несколько вариантов фотосинтеза. Здесь, кстати, фотосинтез, несколько вариантов на слове серы. Когда у вас кислород получает... Кислород в процессе фотосинтеза нужен, только для того, чтобы ободрать с него водород, протоны, соединить, при помощи этого водорода восстановить СО2, до съедобного чего-то. А получившийся кислород, соответственно, является побочным продуктом. Соответственно, протоны можно обдирать с разных веществ. Можно достаточно удобно для этого, соответственно, H2X, например. Много вариантов. Можно просто водород использовать. Как бы то ни было, значит, как бы то ни было, все эти варианты фотосинтеза в этот же момент, в той же самой ИСУ, параллельно, первые следы железистых кварцитов найдены. То есть это все как раз говорит о том, что, скорее всего, фотосинтез там был тыки кислородным. И занимались этим фотосинтезом не какие-то культурные бактерии, кто-то еще и микроорганизмов, а именно сине-зеленые лодерсы, так называемые, цианобактерии. Значит, итак, продуценты кислорода появились, железо осаждается, но минералы, маркирующие практически без кислородных условий, продолжают себя отлично чувствовать, вплоть до этой самой границы. И вот на этой границе что-то происходит. Происходит резкая смена. Мы говорим, что сменился характер железного цикла. Значит, в этот же момент сменяется серый цикл. В сером цикле до этого сульфиды чистых, посадок. Вот, мы говорим, перегумераты, да? А начиная с этого, начиная с этого периода у нас сульфаты и сульфиды, да? Су-2 и Су-3. То есть, что-то произошло очень серьезное, связанное с кислородом. Вопрос, что? Да? Ну, железо, скорее, стало меньше, и, естественно, кислород стал больше. А почему? В чем связь? Потому что, как-как? Окисление? Железо стало подниматься, кислород, и оно стало накапливаться. А почему железо? А почему железо? Ну, железо, например, это тоже. Все, понятно, да, правильно, правильно. Да, считаешь, так и было. А как говорят биохимики, вот на протяжении всего этого времени кислорода на планете не пребывалось, а мир только все больше и больше ржавел, да? Что кисло, что железо, недокисленного железа был такой избыток, что весь тот свободный кислород, который вырабатывался биосферой, да, он весь тратился на то, чтобы осадить это железо в виде железных кварцин, да, но процесс железа идет, 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 и с некоторого момента, когда железо ушло, большая часть железа ушла в ядро наверху, оказалось, что ему просто не хватает. То есть, мы имеем дело с задачкой с 9-ым трубом. Вам как увидим гумазматические продукты? Такие задачки, конечно, скучны, но рекомендую все-таки вспомнить, да, про бассейн с 2-мя трубами, в одну трубу вытекает, а из другой вытекает. На полный бассейн определяется балансом, как работают вот эти самые трубы. Поэтому, когда возникает ситуация, вот эти события на рубеже примерно 2-х миллиардов лет, это называют кислородной революцией. Поэтому, когда речь о кислородной революции, что с этого момента мир стал устойчиво окислительным, то есть, это сразу как-то возникает идея, что вот произошли какие-то изменения в биосфере, и она стала вырабатывать больше свободного кислорода. никаких сведений с того, что было нечто подобное и нет. То есть, что прибавилось самих организмов фотосинтетиков, вообще-то похоже, что ничего такого не было. То есть, труба, по которой втекает, она работала в приезжем режиме, но в результате гравитационной депринфермизации методов приношли хрань вот на этой трубе, по которой вытекает из бассейна, и бассейн стал помаленько наполняться. Значит, бассейн стал помаленько наполняться, и можно было уже ожидать от по этой самой модели, которую мы разработали. Вот кислород сначала, сначала мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало, и вот на 2-ми глиарных лет произошел скачок, и кислород в этом серии появился свободный кислород. Более того, иногда в каких-нибудь популярных книжках там я уже не говорю, а там Вы можете наткнуться на утверждение, что около двух миллиардов лет назад атмосфера по своему составу стала походить на нынешнее. Конечно, нет. Конечно, ничего подобного. То есть в атмосфере появился свободный кислород. Атмосфера стала устойчиво окислительной. Но не более того. То есть кислорода будет совершенно минимальное количество, доля процента. И самое странное, что количество этого кислорода практически не прирастало до примерно 0,8 миллиардов лет. То есть атмосфера стала устойчиво окислительной, но не более того. Количество не прирастает. Вопрос почему? У нас же, правильно, привернули? Вроде бы. Свободный кислород продуцируется в том же самом режиме. Железо, на окисление которого расходуется, убрали. Да. Совершенно правильно. В прежние моменты, в прежние эпохи я напоминаю вам, что кислород, который создается, свободный кислород, который создается в процессе фотосинтеза, это побочный продукт. Это яд, вообще-то говоря, очень сильный и очень неприятный. Сильно токсичный отходы технологического цикла по производству глюкозы, которые раньше никак не использовались. Но, как только появляется свободный кислород в столь заметных количествах, естественно, сразу находятся углы, которые его начинают приспосабливать к делу. То есть использовать его в процессе обмена веществ. Сменяя гликолиз, различные формы брожения, то есть бескислородной выработки АТФ, меняют его на дыхание. Когда вы жгете ту же самую глюкозину, только не до молочной кислоты, а уже прямо до CO2H2, и получаете вместо двух молекул АТФ38. Ну, чем плохо-то? Понятное дело, что мимо такого ресурса никто не проходит. И весь тот получающийся кислород начинает целиком утилизовываться в биосфере. А производит его очень немного. Что же происходит дальше? Может, тогда, во-первых, еще столько больше железа ушло в недры, это во-первых, а во-вторых, мне кажется, приведутся к более активным условиям? Это же пороговый процесс. Уход железа в недры, это пороговый процесс. Вот щелчок произошел, железо стало недоставать. Недостает его синий или слабый, это уже несущественно. Что вам нужно было, чтобы железо было больше, чем единомоментно, то есть был бы запас железа больше, чем его единомоментно производится в биосферах. И тогда железо все уходит на кисление железа. Ну, этого самого железа. Все, привет. А как только у вас его ослабленности не хватает, все, он начинает больше или меньше, это уже не очень существенно. Значит, более активный фотосинтез. Ну, как более активный фотосинтез? Есть фотосинтез. Больше зеленого. Больше зеленого. Больше зеленого. Значит, вот здесь, на этом месте, давайте, когда мы... То есть перед нами сейчас стоит более сложная задача. Здесь мы, то есть вот в районе установили, что в районе вот 2 миллиардов лет примерно, произошла, действительно, произошла сильная смена. То есть безкислородная восстановительная атмосфера соединилась на кислородную окислительную. Но, а вот как определить, когда кислорода стало много? Относительно. Задача, кстати, другая. То есть всякого рода минералов, маркеры, нам ничем не помогут уже. То есть задача перед нами несопоставимо более сложная. Так нам нужно было отличить кислородную... В кислородной обстановке от безкислорода, да? Плюс-минус. А теперь нам надо отличить сильный кислородный от мало кислорода. Задача несопоставимо более сложная. Мы решаем. Значит, что у нас... Если мы посмотрим на то, в чем суть деятельности биосферы, мы с вами убедимся, что биосфера осуществляет очень простую химическую реакцию. СО2НСО2 плюс NH2O. Да? Это СО2НСО2. Что это такое? У-ГЛЕ-ВОД, да? У-ГЛЕ-ВОД. Ну, если вы шестерку подставляете, вы получаете глюкозу, да? Если только не шестерка, там другие сахара, да? Но в любом случае это восстановленный углерод, да? Плюс-МО2 в качестве побочного продукта, да? Ну и энергия, энергия у нас идет в этот, в этот конец уравнодки, да? Значит, реакция обратимая. Если мы читаем реакцию слева направо, мы что имеем? Слева направо. Да. Слева направо, читаем. Фотосинтез читаем. Ну, мы имеем фотосинтез. И с СО2НСО2 с затратами энергии мы получаем глюкозу и кислород. А если мы читаем оно налево, что мы получаем? Горение. Дыхание. Ну, плюс-горение, гниение, так сказать, и все прочее. Ну, это суть одно и то же. Да? Реакция совершенно одна и та же. Катализируется она очень близкими пигментами. Вот эта реакция, соответственно, в каких органалах происходит? Верно. Фотосинтез. Хлороплата, да? Хлоропласт. А дыхание? Метахондрия, да? Метахондрия, хлоропласты, это очень близкие. Помните, наверняка, из курса, из того, что мы читали на цитологии, да? Это двухганая органелла со своей ДНК, которая происходит от соответствующих, так сказать, путем семиогенеза, всяких других групп бактерий. Набор пигментов, в принципе, тот же самый даже. Значит, в чем суть? Итак, перед нами обратимая химическая реакция. Справа на левое дыхание, фотосинтез, слева направо дыхание. Значит, отсюда вопрос. Как нам добиться в обратимой реакции увеличения выхода одного из его продуктов? То есть, нас интересует сейчас кислород. Обратимые химические реакции, восстановленные в памяти. Что там? Значит, для того, чтобы увеличиться... Значит, вопрос, если вы захотите увеличить, если вы захотите увеличить выход, просто усиливая процесс, вам это ничего не даст. Сколько будет получаться, столько же будет обратно. Обратно идем. Значит, для того, чтобы добиться выхода одного из продуктов, надо выводить из сферы реакции другой продукт. Да? Просто, так сказать, вот. То есть, для того, чтобы добиться выхода кислорода, вам нужно выводить из сферы реакции восстановленный углерод. Поэтому, я всегда люблю это упоминать. Вот природоохранная пропаганда всеми в голову, что леса – это легкие планеты. Значит, утверждение является совершеннейшей чекугой, потому что любое сбалансированное сообщество, тропический лес в том числе, потребляет ровно столько кислорода, сколько его и производит. Вообще-то говоря, вот. Поэтому, если что и является легкими планетами в этом смысле, то есть, то, где у нас. То есть, это те места, где у вас отрицательный баланс по углероду. То есть, места, где некоторое количество неокисленного углерода выводится из геохимического цикла. Болото, соответственно, да? Вот как раз болото, где у вас часть углерода захоранивается в виде торфа, который дальше будет превращаться в уголь и все прочее. Вот как раз там баланс по кислороду будет положительный, итоговый. Это не призыв вырубать тропический лесовый, спасибо Бога. Просто речь про то, что вот мне нужна некоторая ясность. Когда вы говорите о балансовых моделях, вот такие вещи для существенных. Итак, если таким образом мы можем, если мы видим, что у нас ускоренным темпом захоранивается неокисленный углерод, это значит, что в это же время параллельно увеличивается и выход свободного кислорода. А вот определить моменты увеличения количества интенсивности захоронения неокисленного углерода можно. Такие способы есть. Это опять, там опять приходит на помощь, вот эти самые легкий и тяжелый углерод. Я не буду грузить вас технологическими деталями, но суть в том, что углерод может попасть в захоронение, в осадке, из двух источников. Он может попасть либо через карбонатный цикл, то есть просто некоторое количество растворенного в воде кислого газа, СО2, всегда выпадает на дно в виде карбоната, в карбонатное осадка накопления. Либо это может быть некое углерод органического происхождения, который тоже оказывается на дне и оказывается погребен в осадках. Так вот, соответственно, карбонатное количество соотношений С12 и С13 в карбонатном, которое в том углероде, который прошел через карбонатный цикл и через синтетический цикл, оно, соответственно, будет разное. Я еще раз говорю, я не буду грузить вас технологическими деталями этого дела, но это как раз вполне выводится по соотношениям. И вот оказывается, что в районе примерно 0,8 миллиардов лет темпы захоронения неокисленного углерода оказываются самыми высокими за всю историю существования планеты. Что-то произошло. Из этого мы можем сделать вывод, что здесь у нас произошли опять-таки некоторые события по кислороду. То есть вот эти события называют второй кислородной революцией, кислородным бумом. И вот здесь уже, судя по всему, концентрация свободного кислорода в атмосфере у нас достигла примерно тех величин, которые мы наблюдаем и сейчас. А что же произошло здесь? Вот здесь уже, по всем признакам, здесь по-другому заработала труба, которая, как я сказал, втекает. То есть кислорода стало поступать реально больше. Поскольку железо уже убрано неорганическими перестройками на планете, это не объяснишь. То есть это неким образом у нас... Что же происходит в эти моменты в биосфере? В эти моменты резко нарастает численность и разнообразие фитопланктона, одноклеточных водорослей. В это время появляются многоклеточные уже водоросли. Сперва минчатые, потом более сложные формы, с более сложной организацией, талон. То есть к этому моменту существует, в общем-то, уже такой достаточно развитый водорослиный мир. Вопрос. Что в этом сообществе? С какой неприятностью будет сталкиваться это сообщество? Вот продуктивность, то есть продуктивность сообщества нарастила. То есть уже вполне нормальный, вполне многоклеточный, многоклеточный автотрофный организм. Вполне нормально, они осуществляют вполне нормальный фотосинкоз. Кислород выделяется в качестве помощного продукта. Все нормально пока идет. В чем неприятность для этого сообщества? Как углерод в углеродном цикле? Чем кончается существование углерода в виде опынёйца? Травы. В конечном счёте этот углерод должен обратно стать углекислым газом. Каким способом? Вот трава. Как она в углекислый газ превратится? Ну, натуральная. Её съест кролик. Кролик съест кролик и съест этот самый. А если кролик до конкретной капусты не доберётся, то капуста сгниёт, и до неё доберутся соответствующие микроорганизмы. Это как такая пищевая цепь называется? А, трофическая цепь? Нет, это всё трофическая цепь, да? Два типа трофической цепи существуют. Консументы первого порядка. Консументы первого порядка. Все слова сговорились совершенно правильно. И траву ест консумент первого порядка. Кролик – это консумент первого порядка. Всё совершенно правильно. Как называется этот тип? Просто два разных. Что когда ест кролик, капусту, это один тип. А вот когда капуста, а ещё раз, когда капусту не съели, и она сгнила, да? И капусту съели потребители какие-нибудь. Сперва, да, сперва его могут съесть какие-нибудь, так сказать, вот там, леченки, там, дрозофилы, которые, да? А потом уже дрозофилы. Это другой тип пищевой цепи. Как называются они? Пастбищная цепь, детритная цепь, да? Пастбищная цепь, детритная цепь. То есть одна на живой органике, другая на мёртвой органике. Что через пастбищную, через детритную цепи проходят разные доли энергии и биомассы в сообществах разных типов. Там что будет с тратическими цепями? Нет, там, вот там, какие будут цепи? Конечно. Там только детритная цепь. Там пастбищной цепи нет просто. Там некому. Просто некому есть. Поэтому всё крутится через детритную цепь. А детритная цепь медленная. Детритная цепь медленная. И начиная с некоторого момента, да? Когда сообщество уже нарастило определённую продуктивность, да? Определённый уровень продуктивности. То есть оно удачно захватывает СО2 и ассимилирует его в составе биомассы сообщества. А вот обратный процесс, да? С обратным процессом плохо. С обратным бядаем. Детритная цепь работает медленно. И в итоге куча неокисленного углерода начинает, захоранив, уходить в осадку, да? И кидает углеродный цикл. А оборотной стороной этого процесса является, если вы не помните, да? Увеличение содержания свободного кислорода. Помню, привет. Значит, свободный кислород, количество свободного кислорода выросло. И что же у нас будет, какие у нас следствия будут из увеличения количества свободного кислорода? Что это нам позволит? Более сложные архитекты. Да. С точки зрения биосферы, мы решаем, мы бы как биосфера сейчас решаем инженерную задачу. Нам нужно неким образом справиться с вот этим самым затором. Нужен кто-то, кто бы это ел, да? Грубо говоря, попросту говоря, нам нужны животные. Ну и когда появляется такой род заказ, он недолго остается, но будет тварян. Действительно, через самое небольшое время у нас действительно появляются первые животные. Это животные, это, в смысле, бактерии? Животные. Многоклеточные, многоклеточные. Многоклеточные организмы, гетеротрофы, которые способны утилизовывать организм. А бактерий-то их не бывает? В смысле? Нет, бактерии, нет, бактерии есть фон, нет, все, что есть, оно до сих пор работает на бактериях. А бактерии как были, так и есть? Нет, бактерии как были, так и есть. Все, так сказать, да, но бактерии не справляются. Вот поэтому надо, поэтому надо нечто помочь, поэтому надо нечто более продвинутое. Значит, примерно, да, просто на всякий случай. Как, в принципе, организовано самообщество вот этого времени? Значит, я тут помянул маты, да? Значит, это, чрезвычайно, любопытная структура. Значит, на нем лежит такой коврик, да? Коврик, который состоит из нескольких слоев. Наверху фотосинтезирующие микроорганизмы. Ну, прежде всего цианобактерии, иногда некоторые то ли там просто нечто зеленых водорослей, да? А дальше в несколько слоев идут гетеротрофные бактерии, которые потребляют ту органику, которая создается в фототрофном слое. Вот, хорошо, да, все равно там полный, полный, полный баланс, ни от кого не зависит. Все, так сказать, замечательно, какое сообщество. Чем дальше, так сказать, занимаем? Значит, маты сейчас существуют, да, и мат в некоторых условиях создает под собой такую слойчатую, или очень слойчатую структуру. Потому что на поверхность мата у вас все время падают кристаллики карбоната кальция, да, из воды. Естественная карбонатная осадка накопления. Мат обладает способностью пропускать их через себя. Ну, это же не сковородка, да? А это все-таки седая, достаточно густая. Это если, оказывается, что если у вас вот эти самые опускающиеся на поверхность этого коврика кристаллики, его целиком замусырят, то там фотосинкция просто остановится на этом месте. Поэтому соответствующие нити, которые формируют коврик, они некоторым образом шевелятся и как бы протрясают осадок сквозь себя, которые опускаются под него, да, и сцементируются. Поэтому осадок, который оказывается, да, который оказывается просто на дне, рядом с матом, и осадок, который оказывается под матом, они структурированы по-разному. Это более плотные, сцементированные. Поэтому дальше, если у вас произойдет какое-то изменение здесь, да, то этот рыхлый осадок может быть будет разрыт, да, а эти колонки, коврики, такие, ну, колонки, веточки, ну, как бы несколько ветвящиеся, они окажутся как бы вытащенными на поверхность. Вот если вы не поленитесь дойти там до экологического музея, вот в соответствующем зале раннего Дакимбрия вы эти самые колонки слойчатые, да, увидите в широком ассортименте. Так вот, соответственно, следы жизнедеятельности такого типа сообществ матовых, вот они как раз и появляются примерно с 3,5 миллиардов лет назад. И, в общем, как мы видим, этот тип сообщества дожил без особых изменений до нынешнего времени. При этом баланс, который достигается в матах, настолько совершенный, что часто задают вопрос, что, ну вот, лишайник – это вот организм или нет? Вообще вопрос непростой. Вообще-то говоря, лишайники, всем известно, что лишайник – это симбиоз гриба и водоросли, да, при этом, соответственно, и гриб, и водоросли, то есть случаев облигантного симбиоза, чтобы вот они могли жить друг без друга, что-то бесконкретно, он неизвестный. То есть это вообще-то, так сказать, конструктор лего, который может комбинироваться в самом разном способе. Вот гриб и водоросли могут объединяться самым разным способом. Но, тем не менее, лишайник почему-то считается организмом. Так вот, как раз микробиологи говорят, ребята, если у вас лишайник организма, то мат является организмом гораздо более высоким, можно называть организмом с гораздо большим основанием, чем лишайник. Это тоже вполне устойчивое сообщество с чётким распределением ролей. Как там, вот, преступная группировка определяется, да? Что там преступное сообщество, там, с этим самым, с распределением ролей. Ну вот, у этих точно так же. Соответственно, в его состав входит, как правило, там, будет до полутора десяток разных микроорганизмов, которые очень точно выполняют разные функции, кто автотроф, кто гетеротроф, причем, в некоторые моменты мат меняет цвет, потому что автотрофные организмы имеют разный набор пигментов, да? Которые, одни, те пигменты, которые более, одни, более эффективны в полдень, другие, там, наверное, закатят, да, когда солнышко другого цвета. Вот на этом месте цвет этого самого мата тоже может меняться. Так вот, соответственно, вот эти, то есть первое, формируется вот этим матовым сообществами. Кроме матов на мелководьях существуют так называемые водорослевые луга, вот в которых все эти самые замечательные процессы происходили, которые мы видели. Вот. И дальше, соответственно, существует фитопланктон, существует фитопланктон, и, как мы видим, немножко показя, в это же время появляется золк. И так, к вот этому моменту, 0,8 миллиарда лет, то есть содержание кислорода на планете уже начинает допускать появление неких вполне уже макроскопического размера животных. То есть первые эксперименты, которые существуют, которые были осуществлены здесь, это была, так называемая, идиокарская палка. Происходит это название от местечка Идиокарн в Южной Австралии, где она была открыта в 1947 году. До этого вот о существовании таких организмов никто и не подозревал. В чем проблема? В чем своеобразие идиокарской палки? То есть вот те организмы, те живые организмы, которые появляются в начале кембрия, они все очень мелкого размера. То есть, как я уже сказал, по нынешнему времени найдены уже все типы животных, которые известны и сейчас кембрию. Вот до недавнего времени хордов их никак не находили, но вот хорды-хорды благополучно тоже нашли в кембрию. Все эти организмы, если вы посмотрите на кембрийскую фауну, то вы их, в общем-то, тип не перепутаете. Вы только обратите внимание, что они все очень маленькие, в общем, крохотные моллюски, крохотные чнистоногие. Дальше все первые миллиметры, как правило. Дальше все это начинает успешно увеличиваться, кто в каким образом. Значит, эти окарские организмы были здоровыми. То есть это были характерные размеры, это сантиметры, десятки сантиметров, а некоторые петалонамы достигали величины до полутора метров, или такие ломти. Природа этих организмов не вполне ясна. Судя по всему, это были... Они в чем-то схожи с представителями современных классов. Вот есть какая-нибудь, посмотрите, какие-то депенсорные, да? Вот, вот, что-то, вот, что-то похожее, если, в принципе, там, на какого-то червя. Или вот, скажем, спреди, вот такая. Что-то вроде, да, уже даже чего-то такого членистоногого. Или там, петалонамы, очень похож, очень похож на кораллы, хворские перья. Собственно говоря, так сначала и полагали, что это действительно предки каких-то ныне существующих типов и классов. Дальше оказалось, что все не совсем так. Что все эти организмы обладают очень странной симметрией. Так называемой симметрией скользящего отражения. Симметрия скользящего отражения, это застегнутая молния, протектор елочка, да? То есть, когда у вас элементы смещены относительно друг друга, правой и левой стороны, на полшага. Да? Ни у кого из, в современном мире, среди фанерозойских организмов, такая для них симметрия скользящего отражения в высшей степени не характерна. Есть только один замечательный, без только одно замечательное исключение. По симметрии скользящего отражения имеется в структуре, в некоторых структурах как раз формы полонценика. Связь вот этих организмов с современными очень странная, неопределённая. Дальше, значит, понятно, что у них разный тип роста по сравнению с фанерозойскими организмами. Вы опять-таки знаете, как уже, наверное, продвинутые в математике, что есть аллометрический рост и изометрический рост, да? С изменением пропорции тела и без изменения пропорции тела, да? Ну, вот в ряду зародыш ребёнок-взрослый относительный размер головы, да, абсолютный размер головы увеличивается, да, а относительный уменьшается. Так вот, это, соответственно, у вас аллометрический рост. А изометрический рост, это когда просто у вас, вот как на ксероксе выставляете изображение, так сказать, увеличить в 1,2 раза, в 1,4 раза, в 1,8 раза. Там-там-там-там-там-там-там, изображение просто становится несколько больше, да? Так вот, для всех фанерозойских организмов характерен аллометрический рост. А для, например, таких самых вендобионтов, да, это лихо-идиакарской фауны, для них характерен пизометрический рост. То есть, это какие-то различия очень глубокие и на уровне именно архитектурных. Поэтому по нынешнему времени считается, что эти организмы, это была отдельная попытка, да, создать крупноразмерный организм на совершенно другой основе, чем это было дальше сделано в Кембрии. Значит, существовала эта фауна относительно недолго, да, этот эксперимент, гидиакарский эксперимент, как его иногда называют, да, он длился порядка всего-навсего, порядка, там, 30 миллионов лет, это ничтожная для таких, чтобы это не существующая цифра. И дальше, вот, все эти загадочные крупноразмерные существа исчезли столь же внезапно, как и имелись, да. В это же время, в это же время возникает очень крупный фитопланктонный кризис. В этот момент обрушивается все разнообразие фитопланктона, который к этому времени достигает фитопланктонные водоросли, акритархи, да. Достигают к этому моменту, это чудесные существа, размер индивидуальных клеток достигает миллиметра с лишним. До полутора миллиметров. Значит, это физиологический предел размеров живого клетки. Просто. Да? Почему, кстати? Потому что там на разнообразной метре, в отличном случае. Да, совершенно верно. Соотношение объема поверхности, да, соотношение объема поверхности при увеличении размеров тела становится неблагоприятным, да. Больше объема, меньше поверхности. Газообмен осуществляется все труднее и труднее и труднее. Начиная с некоторого момента клетка просто упирается в физиологический размер пределов тела. Все. И вот как раз на этом месте про эмбрийскую революцию мы уже с вами говорить не будем, да, поговорить, но подойти к ней мы можем. Вот кем ли, когда вдруг, неведомо откуда, появляются все представители всех ныне существующих типов, да, просто как фокусник достал кролика из шляпы, да, совершенно непонятно откуда. Должны быть какие-то предшествующие следы, да. Следов нет. Идиокарская фауна, которая, да, которая появилась, и там есть представление о том, что были еще несколько попыток предыдущих создания. Размерно многоклеточные, да. Все они кончились неудачи, да. И вот, как удачно это назвал один из наших специалистов по докембрию, Михаил Горисович Курзин, он называл вот все эти самых, всех этих существ черновики Господа Бога, да. Вот, да, некоторые, некоторые эксперименты, которые, грубо говоря, не пошли в север. И тем не менее, вот откуда, откуда же все это появляется? Вот на этот вопрос, в основном, нам может дать ответ именно судьба фитоклантолога. Именно то, что вы говорите, что соотношение о нем поверхности будет очень сильно играть. Какой нужно, то есть, каким нужно стремиться оставаться фитоклантонному организму? Маленьким. Маленьким. Надо стремиться оставаться маленьким. Тем не менее, тем не менее, фитоклантонные организмы увеличены на норме тела, причем они увеличены в их скачках. Есть несколько скачков, да. На этом месте приходится вспомнить так называемую теорию оптимального питания хищника. Каждый хищник ориентирован на питание жертвами определенного размера. Жертва, соответственно, с этим делом борется. Жертве не нравится, когда они ее едят. Бороться можно разными способами. Можно пытаться бегать, плавать быстрее, можно отращивать шипы, можно становиться ядовитым, да. Но можно менять размер тела, да. Можно становиться либо очень крупным, да, чтобы тебя нельзя было угрызть, да. Либо становиться, наоборот, маленьким, да. Чтобы ты становился такой мелкий, что за тобой гоняться просто уже никакого смысла бы не было, да. Опять-таки, против какого хищника, вот эти две стратегии увеличивать и уменьшать размер тела, вот против какого хищника они поагат? Против какого размерного класса хищника они играют? Увеличиваться против какого надо? Увеличиться против того, что они сильно большие силы. Да, совершенно верно. То есть увеличиваться надо против того, который с тобой же в одном же размерном классе. А против крупного увеличиваться бессмысленно, это его просто кормить лучше. Против крупного надо уменьшаться. И вот, соответственно, это действительно так, это показано в экспериментах на сообществах калавраток и планктонных рачков. Значит, по первоначалу, первый скачок увеличения численности, можно прикинуть, что это уявление хищника размерного класса инфузории. Просто по размеру. Это не означает, что это инфузория, но размерный класс инфузории. Второй скачок, это появление хищника размерного класса калавратка. Они живут этих самок одноклеточных водорослышек, водорослышек от них уходит в следующий размерный класс. Еще раз, они двигаются против, так сказать, градиента полезности. Они увеличивают тело, хотя это, в общем-то, их удовольствие не доставляет. Наконец, к вот началу, к этому самому концу венда, они достигают, как уже сказано, физиологического раздела размеров тела. И на этом месте происходит крупная неприятность. Создается хищник размерного класса циклоп, который на этом месте становится абсолютным оружием. Дальше некуда, мы уперлись. Уменьшаться вниз, опять-таки, бессмысленно. И на этом месте возникает как раз кошмарный фитопланктонный кризис, масштабное вмирание, которое, опять-таки, падает, то есть разнообразие фитопланктона падает совершенно в ноль. Там остаются от него совершеннейшие рожки и ножки. Вот эти замечательные апритархи, которые на ничего похожего вообще никогда уже не будут, а всю историю. И после этого, через некоторое время, фитопланктон возрождается, и он приобретает, он становится таким же, каким он оказывается всю кембрийскую историю. То есть это маленькое тело и большие шипы. То есть маленькое тело, это чтобы ты был не такой вкусный для крупного хищника, а шипы, чтобы не пролезать в горло, грубо говоря, крупно. Таким образом, поведение, вот само поведение фитопланктона, которое позволяет предполагать существование, в чем смысл? Фитопланктон имеет циррозную оболочку. Существа маленькие, но оболочка вполне диагностирует современные методы. Вот оболочки этих самых наклеточных водорослей вы вполне находите. А микроскопических животных, не обладающих плотной оболочкой, мы просто не видим. Поэтому мы об их присутствии судим только по косвенным признакам. Вот один из основных признаков является поведение фитопланктонного сообщества. И плюс тому появление в остатках, так называемых, фекальных пелец, то есть обогащенных органикой грамм, которые считаются прошедшими через организм некого консумента. Ну, какашки, попросту говоря, в другом варианте. Значит, это частный случай. Так вот, соответственно, не вызывает сомнения, что в позднем Докембрии существовала достаточно развитая микроскопическая зоопланктонная фаула. И на границе Кембрии до Кембрии, то есть не возникла совершенно неизвестно откуда вот эта новая кембрийская фаула, которая впоследствии предоставалась с тем, что мы сейчас видим, а просто в результате изменений, да, неких изменений, вот эти микроскопические зверушки вышли в другой размерный класс и начали наперегонки обзаводиться скелетами. Вот. Ну, на этом месте я просто уже как Шахерезада, да, прекращаю дозволенные речи. Я могу только не отметить, что фишка-то опять в играх со свободным кислородом, который позволяет или не позволяет строить коллагеновые белки, но что суть кембрийской революции состоит именно что не в том, что появились неизвестно откуда принципиально новая фаула, а в том, что были предоставлены новые возможности, уже существовавшие на тот микроскопический панторный фаула. Ну вот, на этом сегодня с вами я. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ